Я знаю, что здесь среди нас есть человек, который провел в Одессе всего три дня. Всё, три дня. И Игорь Зубков. Но за эти три дня он успел, насколько я знаю, увидеть немало. Я коренной москвич, родился на Кевре-24. И так случилось, что этим летом я приехал на съёмки в Одессу, на съёмки фильма, в котором Роман Андреевич играл главную роль. И я вот просто на три дня оказался в Одессе. Вы знаете, вот я человек сам по себе остроумный. Ну, я как бы, ну, считаюсь в своём круге, я не претендую ни на какое там, да. Это искусство журавецкого, я ничем не знаю. Это искусство заявления. Видно не одессится. Ну, давайте не привязываться к словам, я просто хочу вам сказать, что я жил в гостинице, и вот первое, что я вышел, я увидел, написано летнее кафе, и написано летнее предложение, фламбе из дыни. Первое, что я вышел. Первое, что я вышел. Вот вам и три дня проведённые в одессе. Вот написано, написано летнее предложение, фламбе из дыни, и внизу тем же почерком написано, хоть узнаешь, что это такое. Я тут же отправил 10 смс-ок, просто это гениально. Потом я прохожу, написано какой-то жилой комплекс Аркадия, живёшь и всё видно. И просто крупными буквами написано, живёшь и всё видно. Я так стал хохотать и стал говорить таксисту, я говорю, представляете, живёшь и... Он говорит, а всё правильно, всё, живёшь и всё видно. На столбе висит объявление, продаётся шикарный дом в районе Молдаванки. Мраморный подъезд, шикарный сад, никакой сволочи. Вот никогда в Москве такого не напишут. Это не принято как-то. А вот в Одессе это вот... То есть широта души, может быть, я не знаю, как их назвать. Игорь, но вы встретили Романа Андреевича, это главное приобретение вообще ваше. Вот он сидит, конечно, к сожалению, абсолютно не в ту степь говорит, подон с акцентом. Вот в Одессе, вы знаете, был Миша Водяной, знаменитый народный артист в оперете. За три квартала спрашивали билеты, не могли попасть, зал был маленький. И вдруг появляется человек и говорит, скажите, пожалуйста, у кого-нибудь лишний билетик есть? Ему говорят, ты что, не можешь нормально говорить? Вот что значит тональность, интонация. Это очень важно для этого языка. И если пережмешь чуть-чуть, значит получится не то. Не дожмешь, получится еще хуже. Композитор это взял из Москвы все-таки. Покажи, ребят, что вы сделали за эти три дня. Что, сразу что? Ну иди, не ворочь голову. Я опять сейчас буду. А пока они идут, я дополню просто слова Ильи. Мое детство прошло в Одессе на улице Островидова. Это самый-самый центр Одессы, такой старый район. И напротив нашего подъезда был молочный магазин. И у нас, я помню, вот сейчас вспомнила, из детства своего, там, у меня было, может быть, лет 12, я не знаю, висит объявление, молока нет и неизвестно. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова